Украинская армия уже освободила более 40 населенных пунктов только в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Точное количество поселков, возвращенных под контроль Украины, назвать пока нельзя из-за продолжения военной операции ВСУ, сказал Сенегубов. Идут бои за стратегически важный город Купенск. Его центры, правый берег, контролируют украинские военные и уже свободно передвигаются по освобожденным от российских войск улицам. На окраинах Купенска все еще остаются российские силы. Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил депутат городского совета Купенска Вадим Крахмаль. Не дожидаясь полной зачистки вооруженными силами Украины, из города выезжают те, кто сотрудничал с Россией. По словам депутата горсовета, коллаборанты стараются как можно быстрее выехать в так называемые ЛДНР или в Россию. На границе в сторону Белгородской области образовались большие очереди, поскольку эвакуироваться пытаются в том числе мирные жители. Вот это видео сняли на пункте пропуска Пески-Логачевка. В пророссийских телеграм-каналах уже заговорили о гуманитарной катастрофе. Вот это вот все люди, которые стоят. То есть стоят уже несколько суток. Воды нет, продукты заканчиваются, пропадают. Ситуация очень напряженная, очень тяжелая. В сети распространили вот это видео, снятое еще летом, когда Купенск был полностью под контролем Вооруженных сил России. На кадрах молодые люди разбивают герб Украины, называя официальную власть фашистской. СМИ узнали на записи Илью Гаманина. Парню 18 лет, он учился на третьем курсе медицинского колледжа. По информации местных депутатов, у Ильи Гаманина влиятельный отец. О его связях с пророссийской администрацией в интернете не пишут. А вот сам парень якобы добровольно сотрудничал с российской стороной. Был участником так называемого Молодежного совета города. Как минимум десятерым коллаборантам из Купенска прокуратура и СБУ уже объявили о подозрении в госизмене. Заочно. Среди подозреваемых и мэр Купенска, который в первые дни оккупации пошел на сотрудничество с российскими военными. Где сейчас подозреваемый мэр Купенска, пока неизвестно. Однако во время зачистки города украинские военные задержали коллаборанта из Балаклеи. Мужчина пошел на службу в полицию, когда город заняли российские военные, пишет журналист Юрий Бутусов. Купенским коллаборантам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного с конфискацией. Сколько таких любителей русского мира по Харьковской области, значительная часть которой была под контролем вооруженных сил России, сказать трудно. Однако пробки в сторону границы не только в Харьковской, но и в Луганской области, которая пока еще практически полностью под контролем армии РФ и пророссийских сил. По словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, на трассах много подбитой техники. Коллаборанты направляются в сторону Луганска и России. А что вы думаете об этом? Почему российские войска не смогли удержать захваченные территории Харьковской области? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.